Ну, я так понимаю, он меня смотрит, и поэтому я... А, тут, по сути дела, я один сплошной, да? Это целых полтора часа он смотрит только меня, охуенно. Так, 1.06. И до... Вот часа 19, окей. Так, что это за ролик? Неясно, как можно... Опять же, российские люди от своих производства, что ли, будут давать? Ну... Как вы шадов от Василы отличаете внешне? Ну, я вообще не отличаю... То есть, ну, не стою даже перед таким выбором. Как проводится национализация, например? Или как проводится приватизация? Как вообще проводится экономика? Вообще, мне не очень интересно слушать Васила на тему экономики, потому что, когда у нас были с ним дебаты, он, в общем-то, не смог связать двух слов по теме экономики, и мы на этом закончили наш разговор. То есть, когда мы просто обсуждали социализм, что-то там было, да, потому что он со своим напарником был. Вот. Когда мы к экономике перешли, там все было довольно-таки плохо. Вообще, реформы... Ставим, что Александр говорит про насильно. Ну, как вот реформы проводят? Как вот в России отменили крепостную? Странно, что я говорю насильно, да, действительно. Когда национализация проходит, она проходит, блядь, исключительно по доброй воле людей. То есть, они... Государство говорит им, что, ну, чувак, теперь это... Твое предприятие теперь наше. Ну, окей, в западных государствах они дадут ему рыночную стоимость этого предприятия, компенсируют. Ну, блядь, определенно это добровольно исключительно происходит. Ну, мы правы, ну, людям насильно... У дворян отняли крепостных, а крепостным насильно дали свободу. Нет, дворянам выплатили за крестьян компенсацию. И многие дворяне были против. Окей, хорошо, поехали дальше. Вот поэтому... Поэтому я хуй знаю, стоит ли говорить с Василом вообще. Ну, вот, блядь, вот так. Как рабство отменили в США? Ну, насильно, блядь. Рабам сказали, вы теперь не рабы, идите работаете, как бы, как наемные работники. В США рабство не отменяли таким образом, что внезапно всем сказали, что вы не рабы. В США запретили новые штаты делать рабскими, то есть вводить в них рабство. А в старых штатах там рабство даже по большей части-то прекратило свое существование за счет перехода к более современным способам производства. Да, а у рабовладельцев насильно забрали рабов. Ну, как бы реформы, особенно... Ну, такие радикальные реформы, они, ну, так... Ну, и, кстати, да, обратите внимание, какая здесь интересная манипуляция, то есть он сравнивает имущество с рабами. То есть у него два сравнения. Это крепостные и рабы в Америке. То есть он сравнивает недвижимое имущество, да, капитальные блага с движимым имуществом. Ну, рабы, это, в общем-то, можно сказать, что это было движимое имущество. Это, опять же, к вопросу, насколько есть смысл с ним разговаривать на тему экономики и политики. А я так понимаю, что меня просят с ним подебатировать именно на тему дистрибутизма, там, хуизма и всего остального. Делаются. А как не появляются новые предприятия тогда? То есть мы знаем, как появляются сейчас предприятия. Ну, коллективы людей... Ну, если малое предприятие, то отдельный предприниматель-собственник будет его просто открывать. Если крупное предприятие, то коллективы людей. Ну, или... А кто тебе вообще сказал, что коллективы людей будут открывать крупные предприятия? Ну, типа, блядь... Он, наверное, думает, что группные корпорации, они управляются как акционерное общество. Там, ну, сложно, да, достаточно. Там либо менеджер, либо ключевой акционер. Так или иначе, там, как бы большое количество людей. Профессионалов участвует в управлении предприятием крупным, да, в рамках уже всего мира. Сегодня все-таки глобальный мир. Уже в 21 веке живем. С чего он решил, что такие корпорации, как Samsung, такие корпорации, как Google, это такая, знаете, ну, такая хуйня, типа, взяли там, коллективом собрались, как, знаете, кооперативы при Горбачеве, и, блядь, давайте Google сделаем, давайте, сделали, все заебись. Можно предложить такую схему, что, ну, это правда, она такая, наверное, мало применимая, потому что, мне кажется, там, символы будут слабые для этого, но можно представить модель, в которой... А зачем тогда представлять модель заведомо нерабочую? Вот здесь уже можно пропускать то, что он говорит. Ты открываешь предприятие сам, но если оно, если у тебя, например, штат сотрудников вырастает, да, до определенного количества, да, больше определенного количества, то предприятие его, оно социализируется, да, то есть оно переводит... Да, я тебе скажу, как это будет работать, просто владельцы предприятий не допустят, чтобы у них количество работников выросло до того состояния, когда оно социализируется, блядь. Это будет работать именно так. Пиздос. По всей видимости, да, он предлагает что-то типа Югославия, ну, какой-то социалистической восточноевропейской страны, где некоторые моменты эти были реализованы. Например, тебе гарантируется должность менеджера на... Тебе гарантируется? И такой, ну, окей, ладно, спасибо. Положил всю жизнь, там, кучу денег въебал на то, чтобы в предприятии набрал, там, работников 500, а после 500, значит, когда у тебя появляется 501-й работник, у тебя социализируется в предприятии, и ты такой, а хуй с вами, да, то есть... Я не знаю, ну, по-моему, это можно объяснить только очень низким интеллектом, но, насколько я знаю, у Василий интеллект не очень-то низкий. Я не знаю, ну, значит, это можно объяснить только социалистическими взглядами, а социализм, он все-таки довольно-таки деструктивен для интеллектуальных способностей. Так, ну, на мой взгляд, конечно. Какое-то время, а предприятие социализируется, передается в собственность, ну, тебе и работникам. Ну, это мне... Ну, Штефанов, он самый умный социалист в Рунете только потому, что он старается не говорить на тему экономики, то есть он старается эту тему все-таки не сильно обсуждать. А смысл ее предлагать, если она заведомо нерабочая? Эпик Тролль! Есть и с ним, есть компания, а почему... У меня что, реально такой звук, как из туалета какого-то, да? Как у вата-админа? По-моему, у меня звук все-таки стримов получше. Почему я так хуёво себя слышу? Или это у него какой-то шум просто? Не, у меня хороший звук. Почему я так хуёво слышно у него? Проблема на стороне Васила, да, по всей видимости. Как рабочие? Сейчас они не помнишь. А рабочие — это какой-то, типа, ну, отдельный класс людей, у которых нету гена предпринимательства, что ли, я не понимаю. Ну, допустим, у них есть гена предпринимательства, но это так не работает, что ты берешь просто, передаешь в предприятие. В руки рабочих, ну, представь себе, я не знаю, даже сложно объяснить, блядь. Ну, представь себе современную корпорацию Samsung со всеми ее заводами, блядь, со всеми ее мощностями, со всеми ее, блядь, отделениями, которые занимаются самыми разными вещами, с научно-исследовательскими институтами, с социальной инфраструктурой. И представь вот всю эту хуйню корпоративную, да, в рамках целого мира, потому что у Samsung есть везде буквально всякая, какая-нибудь хуйня, да, где-нибудь есть, да, даже в России была когда-то, относительно недавно. Вот представь, что вся эта хуйня передается в руки рабочих Samsung, блядь. Ну, я не знаю. Какая, нахуй, предпринимательская жука? Там, блядь, надо уметь управлять гигантским предприятием. Там такой массив знаний и профессионализма должен быть, который у простого работника. Блядь, скажите кто-нибудь Василу, что современные предприятия, они не похожи на средневековые цеха, где максимально упрощенная, скажем так, схема, хотя, в общем-то, и средневековые цеха уже были не такие простые в управлении. Ну, то есть это не магазин по продаже помидоров, только, скажем так, в масштабном, в большем масштабе, да, это немножечко другая вещь. Ну, это, во-первых, неправда, кооперативов их, ну, понятно, что их меньше, чем капиталистических предприятий, да, но вообще их больше, чем одно, но... Так, окей, сколько их, два? Я не буду отвечать на вопрос... Окей, на 50% больше стало за последние лет 100, целых два. Не, подождите, Мандрагорская кооперация, Мандрагонская корпорация, да, если с даты основания Мандрагонской корпорации появилась еще одна, ну, соответственно, да, рост на 50%, это действительно существенно, существенный удар по капитализму. Я ни хуя не понял, при чем здесь демократии, и почему он решил, что их мало, и почему вообще мы должны сравнивать экономический вклад и устройство предприятий с политическим устройством. Это бесполезно им что-то доказывать, у них один взгляд мейнстрим, и так все диктатура лавочников оряда. Да, есть такое. Что-то я не вижу, чтобы все страны, да, превратились в Швецию. Как-то вот, ну... Так, и? Наверное, демократская хуйня. Да, ну раз все страны, ну, не демократические, не надо, чтобы все страны были демократические. Опять что... Нет, когда-то в 20 веке половина земного шара была социалистической, да, и это не аргумент в пользу социализма. Я надеюсь, что Васил, если будет это смотреть, он поймет данную аналогию. Ну, какое-то вот смешение сущего и должного. То есть если что-то сейчас не так, то так и не должно быть, короче. Если что-то сейчас не так, так и не должно быть. Но проблема в том, что есть опыт организации и социалистического хозяйства, и капиталистического. То есть мы эмпирическим путем получили доказательства, что социализм не работает. И мы знаем, что перейти на предприятие, которое управляется работниками, невозможно добровольно. Во-первых, потому что не все работники этого захотят. И, во-вторых, естественно, не все владельцы предприятия это захотят. Ну и, в-третьих, современная экономика, современная корпорация в принципе невозможно перевести на такую схему. Ну я не знаю, что мне тут... Как мне это прокомментировать? Ну серьезно, я просто... Знаете, вот это тот самый случай, когда ты слушаешь очень бредовое утверждение, и реально ты не знаешь, как на него возразить, потому что оно бредовое. Тебе надо как-то опуститься в бездны бредно, чтобы найти логику к этому всему. У него IQ подпеваться. Ну вот то, что касается экономики, да. Хотя, учитывая, что он на стримах свои сейчас в основном просто врет, сидит в камеру, дай бог, что не пердит хотя бы. Вот. Я не удивлюсь, что у него в целом в этом плане все не очень хорошо. Ну он похож на него, он похож на того анимешника. Прозвучало зловеще. К сожалению, я не слышу, что он комментирует, потому что у него какие-то проблемы со звуком, он коричневый, вот. И я не понимаю, что он комментирует с моей стороны. Поэтому, сорян, я могу что-то пропустить. Их очень много среди бездомных, да. Это же никуда не так, что куча людей в 90-е, в начале 2000-х просто черные риэлторы. На квартиры объебали. Во-первых, черные риэлторы существуют до сих пор. Во-вторых, а при чем здесь черные риэлторы вообще? Кто-нибудь может объяснить, как мы перешли от обсуждений корпоративных деталей и тонкостей управления корпорациями к черным риэлторам в 90-е годы? Что-то я нихуя не понимаю. Ладно, поехали дальше. Я не слышу, что он комментирует, что я говорил при этом. Идет предпринимательство, у него это предприятие, как правило. Дело предприятие очень небольшое. А когда у вас речь не о покупке, если санкутить это одно иное количество раз, кстати, рабочее самоуправление Советской России в начале, собственно, большевизма в самый первый год восстановление большевистской власти установили. Потом даже сам Ленин писал, что пролетарии не очень хорошо с этим справляются. А как-то мы спешим с этим делом. И про прямую демократию, а про то, что выбирают менеджеров, которые, собственно, так же... Пусть почитает Андерсона, у него подробно расписано плюсы и минусы управления менеджерами. Ну, то есть, кто сказал ему, что менеджер лучше, чем владелец напрямую управляет? Я не знаю, почему он так решил. Что менеджер будет управлять честнее, что не будет, там, эксплуатировать рабочих и крестьян и тому подобное. Я правда не понимаю, где здесь... Где здесь, собственно, вот эти вот пути к одному... От одного утверждения к другому. Я не понимаю этого. А, метнул, тупо, отсылочка к швитым 90-м. Понятно. Я думаю, похоже на то, как есть сейчас. Самсунгом как сейчас управляют менеджера, так и будут управлять менеджера. Потому что сейчас менеджеров назначает собствен... Ну, назначает капиталист, владельцы Samsung или кто. Скажите, пожалуйста, Василу, что у Samsung нет одного владельца. Это огромное акционерное предприятие, огромная акционерная корпорация. Ну, то есть, давайте так вот, чтобы понятно было, на всякий случай, Василий, если ты это смотришь, запомни, вот смотри, смотри, вот попробуем так погуглить. Компания с одним владельцем. Вот, по-моему, на РБК даже была такая статья специально для долбоебов. Так, значит, компания, корпорации, частные корпорации, давайте так, частные корпорации. Ладно, я сейчас не найду уже эту статью. На РБК, по-моему, выходила статья, которая просто, очень просто для чайников объясняет, чем отличаются корпорации, которые проклятым капиталистам принадлежат, от большинства современных корпораций. В общем, вот есть, например, такая корпорация, как Mars. Она очень большая. Ты, Васил, наверняка ел ее продукцию. Это, например, Viscos, да, например, да, соответственно, Snickers, Twix и так далее. Так вот, у этой крупной корпорации владелец одна семья, и у нее нет акций. Она не выпускает. Вот это как раз тот случай, когда капиталист решает, ну, почти все. Samsung — это корпорация, у которой нету, ну, насколько мне известно, давайте, на всякий случай, погуглим Samsung, да, кто ей владеет. У Samsung нету какого-то конкретного владельца частного, да. Нельзя сказать, что Samsung принадлежит какой-то одной семье. Это огромная корпорация, группа компаний, которая управляется внезапно президентом. То есть, какой смысл, вот как ты говоришь, что социализация приведет к тому, что менеджеры управляли просто вместо капитализма. Какой смысл тогда такие корпорации трогать, если они уже так управляются? То есть, у них есть президент, у них есть совет директоров, у них есть менеджеры и так далее. То есть, у них есть полноценная иерархия, как государство. Тогда какой смысл социализацию на них распространять, если они уже таким образом работают? И тогда получается, а поскольку большинство крупных корпораций мировых, они именно так и управляются, в чем тогда заключается суть твоих реформ в духе дистрибутизма? Ну, серьезно, ведь я не знаю. Ну, то есть, понятно, что есть какие-то отдельные собственники, да, в Samsung. Понятно, что он изначально основан семьей, да. Это известная тема. Семья, я не помню, как этого чувака зовут. Вот, потом мы там сыновья его унаследовали. Они владеют частью собственности. Но в целом корпорация уже управляется так, как ты предлагаешь. То есть, вот, эти сыновья непосредственно, далеко не обязательно, что они принимали там какие-то решения и так далее. Они могут просто получать дивиденды от владения компанией. Более того, они могут даже с течением времени терять свою долю во владении компанией. Там была, например, 35%, станет 10% за счет того, что увеличится доля других владельцев, там, частных лиц, компаний, которые будут покупать акции Samsung. Ну, то есть, ну, это серьезно. Это достаточно сложная система, да. Это сложная схема. Ее вот так просто сходу не объясни без подготовки, да. Для чайников сложно это объяснить. Но это не так, что вот есть корпорация, есть капиталист, и он типа... Блядь, вы можете себе представить, чтобы один человек управлял, как владелец, да, управлял целым Samsung. Вот, блядь, всем этим конгломбиратом компания, которая в него входит. Это невозможно. Это физически невозможно. И одному человеку, даже семье, которая основала Samsung, я даже не знаю, может быть, сейчас уже эта семья давно уже не является владельцем даже процента акций Samsung, вот. Ну, то есть, семье не принадлежит все 100% этого Samsung. Ну, не так это работает. Вот есть компания Mars, там, да, а там одна семья владеет компанией, и изначально, как вот основали они, так они и владеют. Но большинство корпораций, они не такие. Они не так работают. Кто-то генеральный совет, совет генеральный, эти, мажоритарных акционеров, наверное, да, не знаю, как Samsung устроят. Так. А будут избирать рабочие путем голосования, как депутатов или как президентов, менеджеров будут. А рабочие будут выбирать? А как это будет работать? Вот у тебя есть завод во Вьетнаме, у тебя есть завод в Китае, у тебя есть научно-исследовательский институт в Японии, у тебя есть головные офисы, головной офис в Корее и еще куча офисов по всему миру, везде есть работники. И типа в один прекрасный день эти люди выбирают голосованием кого и на основании чего. Ведь голосование за кого-то в условиях политической демократии, да, суть его заключается в том, чтобы политики, которые принимают решения обязательные для всех, они представляли интересы людей и были им подотчетны. Но в корпорациях отношения не такие. Отношения наемных рабочих и корпораций, они не такие, да, то есть наемный рабочий получает зарплату. Опять же, корпорация, это огромное просто гигантское пространство с огромным количеством активов, распространенное, распластанное по всей земле. И как бы работники, они вообще не знают, что там наверху происходит в Сеуле, в головном офисе Samsung. Они там вообще никак не соприкасаются с этими людьми. Каким образом и кого они там будут выбирать, блядь? Из каких кандидатур? Как это будет работать? Откуда они будут кандидатов набирать? И какова функция будет этих выборов? Представительство? Так, а как это работает? Ну, типа, представители, рабочих всей земли будут сидеть в Сеуле в головном офисе, и что будут они делать? Компания, корпорация, которая занимается производством и продажей своих товаров и услуг, она, ее задача быть эффективной как хозяйство, как экономический агент. Корпорация, это не то же самое, что политики в парламенте или в местных властях. У них другие функции совершенно. Она не имеет функции представительной. Она не представляет своих рабочих. Ну, и на самом деле, я уже про это говорил выше, что я, в принципе, готов согласиться. Ну, то есть я этого не знаю, но, возможно, действительно, вот эта кооперативная модель, она не всем предприятиям подходит. И действительно, ну, невозможно современную экономику организовать таким образом, чтобы, ну, все предприятия были, все крупные предприятия были кооперативными. Мне, честно, кажется, что, ну, люди, которые, ну, там говорят, они просто, ну, они скорее ангажированы просто в пользу статус-кво, но, типа, это не аргумент, это мое подозрение, как раз, возможно, что действительно нельзя, да, так организовать экономику. Возможно, что действительно нельзя. А, возможно, наша идея полная хуйня, да. Мы это допускаем, молодцы, хорошо. Но это уже, это уже прогресс, это уже действительно шаг вперед. Чтобы как можно больше кооперативных предприятий было. Нужно, чтобы как можно... А что сделать для этого, чтобы было как можно больше кооперативных предприятий? Что для этого нужно сделать? Вот вопрос. Нужно меньше было капиталистических предприятий, как можно больше кооперативных. Точно так же, как, повторюсь, да, я постоянно это... Так капиталистичность предприятия, она обозначает, что это предприятие работает ради прибыли. Кооперативное предприятие будет работать не ради прибыли? Тогда как оно будет работать, если оно будет неприбыльным? Сука. Аналогию провожу. Несерьёзно, блядь. Демократии как можно меньше произвола и диктатуры, тирании, автократии. Охуенно, да. Да, приятного аппетита. Блядь, это тотальное неуважение к зрителям, я считаю, просто жрать на камеру вот так. Он стримит не настолько много, чтобы жрать на камеру. Поел перед стримом, после стрима поешь. Но не на камеру. А в чём аргумент? Ну, окей. Раньше существовали сословия, а потом всех загнали под единый стандарт граждан. Какой ужас. Это, наверное, невозможно. Ну, сословия — это не единый стандарт, конечно. Чтобы у людей у всех были равные гражданские политические слова. Ну, и на самом деле, по поводу, опять же, возвращаясь к дистрибутизму... Только я не понял, опять же, при чём здесь политический момент, сословия, граждане и чё. А, типа, всех загонят под рабочих кооперативов или что? В этом смысл прогресса? Как это понимать? Ну, не обязательно один стандарт, да. Ну, могут быть... Ну, мелкие предприятия могут в частной собственности находиться, да. Мелкие и средние, крупные в общественной... Ну, в этой... Короче, в коллективной собственности, да. Ну, так, блядь, Samsung, он находится в коллективной собственности. Тогда непонятно, чего тебе не нравится. Вот скажите, чему не нравится, если крупные корпорации, они уже находятся в коллективной собственности? Какие у человека могут быть претензии? Плюс ещё, как бы, государственные предприятия никто не отменял, ну... А государственные предприятия, они, типа, более справедливые, я так понимаю. Я, на всяком случае, я не знаю, как Чистертон сам считал, но я не против существования госсектора. Ну, какие-то сферы экономики, они национализированы, скорее всего, должны быть. Может быть, их немного должно быть, да, но какие-то, пожалуй, что должны национализированы или, например, должны муниципальным органам, как бы, принадлежать и управляться муниципальными органами власти. Ты хамишь уже тем, что ты жрёшь в камеру. Это хамство. Я не понимаю, почему до тебя это не доходит, и я не знаю, тебя не воспитали, может быть, хуй его знает. Но жрать на камеру, по-моему, это хамство в отношении зрителей. Ну, то есть, я понимаю, когда Влад Савельев жрёт на камеру, это как бы контент ему платит за это деньги, там, он срёт, там, на камеру, сыт, спит, вот. Для него это нормально, но, по-моему, всё-таки Васил не Влад Савельев, насколько я понимаю. А, да, это не стремление всех загнать под, ну, собственное представление, под правильное, ну, по-правильному неправильному. Так, мои собственные представления заключаются в том, что не надо людям мозги ебать, ни у кого ничего национализировать и забирать. Просто я предлагаю в этом плане ничего не делать, всё. То есть, я никого не предлагаю никуда загонять. То есть, кто где находится, пусть там и остаётся. Всё, это всё очень просто. Ну, тебе вообще это к любой политической теории, политической философии, к политической идеологии применимо? Ну, вообще, да, если у нас есть какой-то нормативный идеал, идеал того, как выглядит хорошее общество или справедливое общество, свободное общество, то, ну... Нет, дело не в том, на самом деле, есть ряд политических теорий, которые... Основа которых — это освободить общество от людей, то есть, обезопасить общество от людей, которые хотят сделать его более справедливым. Ну, то есть, это нормально. Это как раз самая адекватная политическая идеология, точнее, даже не идеология, а политическая система. освободить общество от угрозы со стороны людей, которые хотят свою идеологию сделать общественной. Собственно, в современной демократии, они чем и хороши, то у государства нет идеологии. То есть они свободны от этой хуйни. И это большой плюс. К этому шли долго, но тем не менее пришли. В каком-то смысле мы хотим всех загнать под этот идеал. Хотя, к сожалению, есть такие, как Васил, люди гораздо более могущественные, но они никак не могут успокоиться. Хотят установить правильное траханье, правильное охлаждение, траханье и так далее. К сожалению, да, это есть. Я хочу, например, частью моего идеала, мой идеал к этому не сводится, но частью его является, чтобы никто людей не ел, например. В каком-то смысле я хочу навязать свои представления о правильном и неправильном. Я считаю, что люди, которые хотят, есть. Нет. Твоя свобода заканчивается там, где начинается свобода другого. Это очень простой принцип. И вот любые примеры, что ты хочешь, чтобы люди отказались от каннибализма, это правильное желание, но здесь это все работает по принципу не то, что ты навязываешь такой идеал, а то, что каннибализм это преступление. Ну, то есть это объективно преступление, потому что каннибалы убивают людей, чтобы их съесть. То есть нарушают их право на жизнь. Все очень просто. Ну, идеологии политические, наверное, да, наверное, это относительно новодел. Хотя кто сказал, что концепция, сословная концепция, что есть люди, которые воюют, есть люди, которые молятся, есть люди, которые работают, это не политическая идеология, которая навязывалась, да? Можно и так сказать. других людей. У них эта возможность... Опять же, в древнем Египте была идеология государственная, вполне себе. Причем там была пропаганда, там пропаганда использовалась в том числе через изображение, через тексты, так что нет, государственная идеология все-таки штука довольно-таки древняя. Просто она уже в новое время, в новейшее точнее, хотя нет, даже в новое время она действительно приобрела какие-то особенно большие масштабы. Нужно лишить, а если они эту возможность реализуют, их нужно за это наказывать, изолировать их. Ну, она приобрела большие масштабы в силу того, что каждый отдельный человек стал субъектным, и стал его голос стал иметь значение. Но, скажем, фараону в древней Египте не нужно было вести пропаганду на простых безграмотных крестьян, чтобы они, значит, за него где-то голосовали. Ну, понятно, потому что не было такой процедуры, ему было похуй на этих крестьян. И они все равно бы ничего не смогли прочитать, потому что они не умели читать. А вот для знати, для дворцового окружения фараона это было значимо, и, соответственно, для местных властей, то есть на мархов, для их окружения пропаганда, да, она работала на этих людей. То есть пропаганда, она априори работает на людей, которые важны. То есть их нужно убедить, их нужно переубедить. И которые могут теоретически поднять восстание. Вот, да, тут можно, конечно, возразить, а почему тогда даже в Северной Корее есть пропаганда? Ну, скажем так, да, если бы Северная Корея не имела пропаганды Кима, то вместо нее была бы информация с юга, которую корейцы тоже получают, и, кто знает, может быть, через какое-то время скрепы стали бы шататься и скрипеть. Так что так, даже на Северной Корее, в принципе, они себе работают. А поскольку там грамотное население все, то, ну, насколько я понимаю, в Северной Корее все население имеет способность читать, то, в общем, значение пропаганды в знаках читаемых, в символах, это есть довольно-таки серьезная величина. общество, как минимум. В чем, как бы, аргумент? Я бы еще понял, если бы Александр был каким-то... Ну, он бы еще меня останавливал каждые пять секунд и спрашивал, а в чем там аргумент на половине предложения, даже на третье предложение. Ну, в КНР, кстати, серьезное социальное напряжение, там даже во время ковида были правительственные такие лозунги. В частности, я помню, то ли в 22-м году, то ли в 21-м там баннер повесили против непосредственно Синь Цзиньпина на мосту. Ну, как вот у нас оппозиционеры вешали антипутинские баннеры. Там тоже так сделали с антикоммунистическими лозунгами. Поэтому в Китае, да, тоже пропаганда есть, потому что китайцы, ну, они уже не находятся на уровне бесправных крестьян, поэтому вполне могут и восстать, в теории. То есть, чтобы этого не допустить, даже самовероятность, а такие режимы очень чувствительны к самой вероятности восстания, они, конечно, стараются заниматься пропагандой. Ну, вообще, таким типа плюралистам, либертинам, что вообще никому ничего нельзя навязывать. Ну, тогда, окей, ну, нужно анкапом, наверное, становиться, да, вот где каждый дрочит, как он хочет. Но Александру у самого есть, в общем, довольно... Нет, достаточно просто жить в условиях современных европейских государств, не надо никем становиться. Анкапом тем более не надо становиться. Потому что анкап, его нельзя реализовать без насилия. Точно так же, как и идеи Василы, их нельзя реализовать без насилия. В этом-то и суть. То есть, без насилия можно реализовать идеи, где, в принципе, в основу системы положен договор, право, вот все вот эти банальные вещи. Разделение властей, представительная власть. Ну, конкретные специфические представления о том, что такое хорошо, что такое плохо. Нет, у меня очень, на самом деле, банальные представления. Я просто еврооптимист, сторонник Евросоюза. Предельно банальщин, на самом деле. Пиздец, какой мейнстрим. Просто, да, я минорхист, но минорхизм мне не мешает быть сторонником Евросоюза. И система европейских демократий, даже наоборот, я считаю, что именно так и можно к минорхизму прийти. То есть, минорхизм это не про революцию какую-то, да, там, не про сокрушение старого строя и переход быстрый к новому. В разное время, там, я не знаю, как сейчас, но Александр Александрович выступал против банковского процента. Выступал. Что я, кстати? Я не выступаю против банковского процента, я выступал против неполного резерва, против частичного резервирования. В общем-то, я сейчас считаю, что и то только по вкладам до востребования. Но это, опять же, сложная тема, которую вряд ли Васил поймет. Я думаю, что смысла нет об этом говорить лишний раз. Кстати, поддерживаю. Не знаю, как сейчас Александр, что он сейчас на это счет думает. Когда? Все то же самое, что и пять лет назад. То же самое, абсолютно. А ты Александр выступал за наказание, за черную магию. И вообще, по-моему, за магию. Не знаю, опять же, выступает ли Александр за это сейчас. Нет, я помню, что я выступал за штрафы для тех, кто продает свои услуги как черные, ну, как, в принципе, экстрасенсы и тому подобное. Вот это я могу еще вспомнить. Ну, Франция нормальная страна, я считаю, что... Там есть, конечно, проблемы, масса проблем, которые надо решать. Но, в целом, это общество, которое можно менять к лучшему. Вы просто хотите просто больше уставных денег, по сути? Да нет, тут все очень просто. Я хочу, чтобы срочные вклады перестали мимикрировать под вклады до востребования. Ну, это все, что я хочу. Когда-то, ну, когда у нас был стрим совместный, Александр выступал за запрет политических партий. Насколько я понимаю, Александр сейчас за это не выступает? Нет, я не выступал за запрет политических партий. Я выступал за ограничение деятельности социалистов и коммунистов. За все антидемократические партии ограничение для них просто в силу того, что в демократическом процессе партии, которые отрицают демократию, участвовать не могут. Побанально. Причина этому — это логика, да? То есть партия, которая говорит, что вот мы победим, значит, получим там 51% голосов и свернем демократию, и у вас демократии больше не будет, мы узурпируем власть, она не может участвовать в демократическом процессе. Потому что в дальнейшем она свернет демократию, соответственно, и уже выборов не будет, и нахождение у власти больше положенного срока, да, уже нельзя будет в последующем перепроверить, есть ли народная поддержка или нет. То есть таким образом такие партии нужно ограничивать. Вот. Я также говорю, что нужно административно наказывать таких, как Рудой, когда они оправдывают репрессии против собственного народа. Вот о чем я говорил. То есть деятельность радикальных партий, да, и, соответственно, административное наказание за людоедство. Вот все, что я говорил. И в этом плане ничего не поменялось по большому счету. Вот. Другое дело, что когда я писал там сколько, 20 шагов для всех, да, по-моему, так называлась моя программа, типа политическая программа. Вот. Я говорил, что в будущем можно перейти к беспартийному парламенту или сенату, как я его называл, чтобы там были представлены представители самоуправлений. Ну и все. И на этом как бы все. Но опять же, я и тогда, и сейчас подчеркиваю, что этот проект, он был чисто такой экспериментальный, теоретический, естественно. И я готов к предложениям и критике. Ну, то есть сказать, что это прям вот я так топил, вот, блядь, все партии нахуй запретить, ну, такого не было. Вот. Ну, то есть у Александра явно есть представления о правильном и неправильном, во многом, ну, такие как бы консервативные христианства. Они есть у каждого человека, эти представления. Другое дело, что я не навязываю эти представления и считаю, что мои представления должны победить только при условии добровольного волеизъявления граждан. Вот принципиальное отличие, да. Я, допустим, если я политик и буду заниматься политикой, я представляю себя как политика пришедшего к власти исключительно путем волеизъявления. И при этом я должен буду проходить через определенный срок проверку, сделал ли я все правильно, готовы ли граждане голосовать за меня еще раз. Только в этом случае, мои взгляды, можно назвать вообще легитимными, да. Только в этом случае. Вот в этом наше отличие. То есть эти вещи, о которых я сейчас сказал, они реалистичны, то есть их можно реализовать. Когда мы говорим про дистрибутизм, давайте все-таки оставаться в контексте вот этого обсуждения, то дистрибутизм, я, как и тогда говорил, много раз отвечал Владиславу, который все время меня байтил на эту хуйню. Дистрибутизм нельзя реализовать без насилия, потому что невозможно взять и перевести все компании, всех видов на рабочее самоуправление. Просто невозможно физически. И рабочие многие этого не захотят. И, соответственно, рабочие не захотят, например. Почему-то и голос не учитывается, почему-то по умолчанию считается, что рабочие обязательно очень хотят участвовать в этом процессе, который им нахуй не нужен. Они зарплату хотят получать нормальную. Мать, это лишняя нагрузка, опять же, на рабочих. Они должны быть заморачиваться. Ну ладно, это, короче, хуйня. Это очень долго все это объяснять. Я объяснял, что нельзя заставить предпринимателей и рабочих взять и перейти на эту систему добровольно. Взять с клопом и перейти. Вот и все. Вот был мой итог в этом. Я никого вообще принципиально не пытаюсь загнать. Я всегда говорю, что лучше разнообразие мнений, чем их отсутствие. Просто даже моя политика на стримах, блядь, и на канале, и в чате об этом говорит. У меня среди зрителей есть представители Z-движения. Ну, не движения, нет, неправильно бы сказать. Люди, которые симпатизируют Z-никам. Есть люди, которые не симпатизируют. Да, есть люди вообще из других стран и так далее. То есть я вот в этом плане себя воспринимаю именно как человека, который собирает людей и строит между ними мосты, а не разъединяет. При этом ненавязчиво. Я никому ничего не навязываю. Я не понимаю, как Александр может вот этот аргумент использовать. Да, я, в общем-то, не могу, не имею таких механизмов и не хочу иметь, потому что я считаю, что, ну, живя в России, я вижу прекрасно, к чему это приводит. Когда воля одного человека, который считает, что он прав, ну, не одного, хорошо, воля людей, обладающих властью, да, считающих, что они правы, она навязывается всем остальным. Ничего хорошего в этом нет. Страдают от этого все. Против какой-то другой позиции. Потому что это аргумент, который, ну, ровно так же бьет по нему самому. Ну, не говоря уже о том, что это просто аргумент, ну, слабый сам по себе, потому что, ну, это нормально, ну, вообще, как бы, если мы в какой-то форме поддерживаем моральный реализм, ну, то есть взгляд на то, что существуют какие-то нормативные моральные истины, да, какие-то истинные высказывания о хорошем и плохом, то, ну, это нормально считать, что люди могут поступать плохо и хорошо. Ну, кстати, интересно, да, коммунисты меня не смотрят. У меня никогда не было коммунистов. В рамке нашего представления о хорошем и плохом. Опять же, просто достаточно представить, как вы будете это все реализовывать, как вы все будете превращать в рабочее самоуправление, как вы самсунгами будете распиливать и самсунгами. Но это на самом деле технический вопрос. Все.